Наука. Рост расходов на науку в 12 раз с начала 50-х годов до конца 60-х. Вот это был период расцвета советской науки. И это не только, вот сейчас я вам расскажу о нобелевских лауреатах, это было видно по тому количеству научно-популярных журналов, которые тогда издавались. И то, как сложно было подписаться на научно-популярные журналы, например, вокруг света, наук и жизни, техника молодежи, когда начиналась подписная кампания, нужно было приходить, почта открывалась в 7 часов, нужно в 4 часа было прийти, занять очередь, потому что было там, скажем, 5 комплектов, чтобы подписаться на эти журналы. А уж на приложение к вокруг света было такое замечательное предложение, фантастике приключений, выходило раз в 2 месяца, искатель. Но это вообще просто было практически невозможно достать. Достижения в области физики и химии. В скобках Капица, Курчатов, Зельдович, Тамм, Семенов. 7 нобелевских премий в 50-е и 60-е годы. 6 по физике, 1 по химии. Запуск крупнейшего в мире синхрофазотрона, 57-й год. Новосибирский Академгородок, 57-й год. Самолетостроение, в скобках, авиаконструкторы. Кто у нас были известные послевоенные авиаконструкторы? Кто мне назовет несколько фамилий хотя бы? Чего так тяжело-то? Вздыхаем. А? Значит, запишите. Туполев, Яковлев, Антонов. Микоян, это война. Туполев, Яковлев, Антонов. Авиаконструкторы и космонавтика. Королев, Келдыш, Янгель. И отдельно запишите. Конструктор ракетно-космической техники Челомей. Вот если бы была принята та техника, которую он разработал, ну, сейчас мы с Америкой разговаривали бы совершенно по-другому. Но Устинов и Андропов заблокировали проект Челомея. И из этого ничего не вышло. Противоречивые процессы в сфере общественных и гуманитарных наук. Двоеточие. Усиление интереса к новому в зарубежной науке вкупе с идеологизацией этих наук. То есть шли два параллельных процесса. С одной стороны, появился интерес к западной науке, в том числе обществоведческой, которая далеко не всегда воспринималась адекватно. А с другой стороны, шла идеологизация. Результат-подковерная фронта в среде обществоведов, некритическое восприятие запретного плода, запретного плода в кавычках, западной науке об обществе. Вот то, что власть говорила, это все дребедень, это все ерунда. Да, социология, это не нужно. Но, естественно, это вызывало интерес и некритическое восприятие. Причем с развитием социологии у нас произошла забавная вещь. Сначала у нас вроде бы создали отдел социологии в одном из академических институтов, а потом решили, что нет, социология – это буржуазная наука, и нужно это закрыть. И ученые отбились, они сказали, мы переназовем по-другому. Вот представьте, вам нужно переназвать отдел социологии так, чтобы нельзя было придраться, но чтобы сохранить суть. Как вы назовете отдел? На. Отдел изучения труда и досуга. Изящно. Труда и досуга. Все действительно, а что есть кроме труда и досуга? Девятая арабская. Культура. А. Литература. Кавычки. Оттепель Эренбурга. Это называлась так его повесть, или большая повесть, или маленький роман, по которой и назвали этот период. Оттепель. Реабилитация писателей Пильника и Бабеля. Появление новых журналов. Юность, иностранная литература, наш современник. Противостояние в литературе как отражение борьбы за власть. То есть, либералы и консерваторы. Условно, подчеркиваю, очень-очень условно. Либерал не значит хороший, консерватор не значит плохой. Двоеточие после борьбы за власть. Новый мир, в кавычках, Твардовского. Это либеральный был журнал, но либеральный, опять же, по-советски. Против Октября Сафронова. Октябрь тоже журнал. Главные редакторы. Сафронов и Твардовский. Твардовского самая известная вещь какая? Проза Абрамова. Записываем. Проза Абрамова. Виктора Некрасова. Бондарева. Солженицына. Шевцова. А у нас кто-нибудь Нобелевскую премию получал в 50-е годы из писателей? Подсказка. Со скандалом. Пастернак. Доктор Живага. Значит, записываем. Нобелевская премия по литературе Пастернака за роман Доктор Живага. Роман очень слабый. Доктор Живага. Тире. Игры западных спецслужб и ошибки советского руководства. Я вам подробнее потом расскажу. Встречи партийного руководства и деятелей культуры в Кремле в 57-62 годы. С красной строки. Поэтические вечера в Политехническом музее. У нас тогда был поэтический бум. Может кто-то помнит из школьной программы поэтов первой половины 60-х годов, которые были, ну вот, с какими публичными фигурами. Нет, ну что, Маяковский уже давно к этому времени был в могиле. Записываем. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. Появление сам издата. Сам издата в кавычках. Что такое сам издат? Кто мне может сказать? Ага. Сам пришел и что? Нет. Понимаете, вот если бы они приходили вот так, ими не занимался бы КГБ. Значит, сам издат это, записываем в скобочках, машинописный журнал синтаксис. То есть, это бесцензурные вещи. Люди печатали на машинке и распространяли. Машинописный журнал синтаксис. Там напечатаны Варлам, Шаламов, Виктор Некрасов и другие. А кто читал Шаламова? Очень рекомендую. Вообще, вот среди писателей в советское время, которые писали у лагерной тематики, Солженицын был только на третьем месте. На первом месте был Варлам Шаламов. У него замечательный четырехтомник. Это действительно, он описывает довольно страшные вещи. Второй это Юрий Домбровский. Две самые известные вещи. Это факультет ненужных вещей. И обезьяна приходит за своим черепом. И только на третьем месте был Солженицын. Дальше. Советская научная фантастика как отражение научно-технических успехов СССР и изменений в социально-политическом развитии. Каких-нибудь советских фантастов известных. Стругацкий и... Кто написал «Туманность Андромеды»? «Лезвие бритвы», «Час быка», «Ефремов». Значит, запишите в скобочках. Иван Ефремов, братья Стругацкие. Но вообще, советская фантастика – это было некое явление. Когда мы говорим сейчас о фантастике, в принципе, конечно, есть американская фантастика и советская фантастика. Хотя были замечательные авторы. Вот, например, жанр постапокалиптика, который сейчас так столь моден. Кто знает, кто основатель этого жанра? Кто читал Уиндема «День трифидов»? Рекомендую. Сильная штука. 52-й год. Великобритания. «День трифидов». Б. Живопись. Живопись. В скобочках. «Иогансон», «Корин», «Сарьян», «Фальк». Скобку закрыли. И скульптура. Вучетич. Каненков. Аникушин. Неизвестный. Эрнст Неизвестный. У Эрнста Неизвестного есть замечательная книга «Говорит Эрнст Неизвестный». Это прекрасный анализ советского общества. Эрнст Неизвестный прославился тем, что когда Хрущев пришел на выставку в Манеж и хотел, поскольку ему не понравилась скульптура Эрнста Неизвестного, он решил ее столкнуть, чтобы она вообще развалилась и разбилась. Эрнст Неизвестный стал, он фронтовик, стал у него на пути. Он, кстати, жив до сих пор, ему 90 лет в Америке живет. Стал у него на пути, а они начали Хрущевым толкать друг друга. И в конце концов Эрнст Неизвестный оторвал пуговицу Хрущева из пиджака. Но самое интересное, что Хрущев, когда уже был на пенсии и уже чувствовал себя плохо, он завещал, чтобы Эрнст Неизвестный сделал ему надгробие. И на Новодевичем кладбище очень такое специфическое надгробие сделано. Черно-белое, то есть как бы черные и белые стороны правления Хрущева, стена в стене дыра и голова Хрущева. Как бы Хрущеву эта стена отсекла голову. Посмотрите где-нибудь в интернете памятник неизвестного надгробия неизвестного на могиле Хрущева. Оно очень интересное.